Здравствуйте друзья! На первый взгляд тема этого обзора может показаться странной и не сочетающейся с основным направлением моего канала Умным Домом. Однако, если говорить по сути, герой обзора предназначен ровно для того же самого, что и Умный Дом, повышению уровня комфорта, удобству, а также является высокотехнологичным гаджетом. Те, кто давно следит за моими обзорами, знают, что это далеко не первая многопортовая зарядная станция, которую я использую. В частности, еще с 2018 года у меня работает 6-портовая зарядка Xiaomi, а с прошлого года еще и 2 Blitzwolf BVS16, ссылки вы найдете в описании. А для серверов Умного Дома и различных гаджетов, типа камеры, кабаз, различных сенсоров, используются удлинители с USB портами. Эти обзоры вы найдете в отдельном плейлисте, ссылка тоже в описании. Перед тем, как перейти к герою этого обзора, прошу вас подписаться на мой канал, если вы еще не сделали этого раньше, и поставить лайк этому видео, чтобы его могли найти больше людей. Производитель Ugreen. Тип устройства 4-портовая зарядная станция. Модель CD226. Напряжение питания от 100 до 240 В. Выходное напряжение от 5 В до 3 А, до 20 В 5 А, зависит от порта и потребителя. Общая мощность до 100 Вт, длина кабеля питания 1,5 метра. Поставляется устройство в красивой и добротной упаковке, которую не стыдно подарить, черного цвета. Я купил сразу в комплекте с кабелем, USB-C с обеих сторон. Хотя кабелей у меня более чем достаточно, и даже есть запас, в том числе от производителя Ugreen, кстати в таком же оформлении. Комплектный кабель длиной 2 метра, рассчитан на ток до 5 А. Таких мощных у меня еще не было, а для моих задач, о которых далее, нужен был именно такой. На коробке продублированы параметры портов. Обратите внимание, что они отличаются. Два первых, самые мощные, способные отдавать до 100 Вт по отдельности. Напряжение до 21 В и ток до 5 А. Впечатление дорогого и качественного продукта только усилилось при дальнейшем осмотре. Качество материала, в оформлении, внимание к деталям. Коробка раскрылась на две части, как книга. В одной половинке нашлась зарядная станция, в другой свернутый кольцом кабель питания. Тип вилки кабеля выбирается при заказе. Хочу сказать, что тип вилки действительно соответствует выбранному, в моем случае евро. Так как часто бывает, что продавец просто кидает переходник, причем не самый качественный. Кабель длиной 1,5 метра, причем держится кольцом он не при помощи пары проволочек. Тут производитель использовал пару качественных многоразовых липучих органайзеров. На фронтальной части находятся порты. Три в форм-факторе USB-C и один в USB-A. Первые объединены рамкой. Это те самые мощные порты, способные обеспечивать питанием даже ноутбуки. Сзади находится разъем для подключения кабеля питания. Он совершенно стандартный. И в случае чего комплектный кабель будет несложно заменить. На нижней части продублированы технические параметры устройства, а также находятся 4 антискользящие ножки. Станция очень компактная и имеет форму квадрата с длиной стороны около 88 мм и толщиной 25 мм. При этом она довольно увесистая. По крайней мере, когда я взял ее в руки, я ожидал, что она будет легче. Не знаю зачем, но решил ее взвесить. Получилось почти 300 грамм. Вроде и немного, но для такого компактного устройства ощутимо. Для понимания масштаба обычная зубочистка. Кстати, тут видно поверхность корпуса. Он не гладкий, а имеет интересную и приятную на ощупь фактуру, не скользящую и не маркую. Перейдем к тестированию. Начнем с мощности холостого хода. При включении само устройство начинает потреблять около 1 ватта. Максимальная мощность, которую может получить подключенная к станции устройство, зависит не только от того, к какому порту ее подключить, но и в какой конфигурации. Максимальная мощность в 100 ватт доступна на портах 1 и 2, но при использовании только одного из них. Если подключить оба, то будет максимум 45 ватт на каждом. То же самое с третьим и четвертым портом. По отдельности 20 и 18 ватт, а вместе по 10 и так далее. Еще один момент, который будет полезен для тех, кто не очень понимает в электрике. Указанные токи и мощность означают максимум того, что может отдать зарядка, но фактическое потребление определяет нагрузка. Если вашему телефону на данный момент требуется 2 А, то порт ровно столько и отдаст. Я понимаю, что это уровень примерно 8 класса, но меня неоднократно спрашивали, а если я подключу телефон к мощной зарядке, телефон не сгорит? Как раз от мощной не сгорит, а зарядка будет работать в очень щадящем для себя режиме. Вернемся к герою обзора. Подключил на четвертый USB-A порт свой телефон, разряженный примерно наполовину. Мощность выросла почти до 14 ватт. Еще один момент, контроллеры аккумуляторов потребляют максимальную мощность при уровне заряда от 0 до 80-90%. Далее мощность сильно падает. Подключил к третьему порту планшет, заряд в районе 60%. Общая мощность на два потребителя около 16 ватт. Из того, что я видел в ходе теста, максимум на этих двух портах было чуть больше 18 ватт. Перекинул планшет на второй порт и суммарная мощность выросла до 24 ватт. Еще раз уточню, это не максимум, это то, что запрашивают контроллеры заряда в моих гаджетах. Это показательный тест для понимания того, что мощность меняется от того, к каким портам подключены устройства. Теперь о том, зачем я заказал эту зарядную станцию, да еще отдельно с кабелем на 100 ватт. Мой рабочий ноутбук, на котором я сейчас создаю свои видео, поддерживает зарядку по технологии Power Delivery. Поэтому мне было интересно, смогу ли я использовать станцию и для ноутбука. Для питания используется стандартный порт USB-C. К слову сказать, это не какой-то портативный субноутбук. Экран 16 дюймов с разрешением 4К, процессор Intel Core i7, 16 гигабайт оперативной памяти и так далее. То есть нормальный рабочий ноутбук. В обычном рабочем режиме с заряженным аккумулятором потребление порядка 40 ватт. Примерно так же и с родным блоком питания, он кстати мощностью в 120 ватт. Он у меня подключен через розетку с энергомониторингом. После подключения смартфона и планшета, мощность выросла до 62,5 ватт. Сразу уточню, я их подключил на 3 и 4 порты. Если подключить что-то на второй, мощный порт, то напряжение на портах 1 и 2, они работают параллельно, будет выставлено по нижнему порогу. То есть если телефон запросит 9 вольт, будет 9. Ноутбуку надо 20 вольт, это верхний предел первых двух портов, поэтому он заряжаться не сможет. Оставил все устройства на какое-то время без внешнего питания и запустил проигрывание видео на ютуб, чтобы не гасли экраны. Немного разрядив аккумулятор и снова подключил к станции. На этот раз мощность выросла почти до 73 ватт. Из того, что я видел в ходе теста, в максимум был 78 ватт. Восклицательный знак на иконке аккумулятора на экране ноутбука, это предупреждение о том, что подключено нештатное зарядное устройство. Но это не мешает процессу заряда. Тут уже 95%, мощность к этому моменту упала до 60 ватт. Заряд почти полный и на ноутбуке, и на телефоне с планшетом. Мощность менее 43 ватт. Чуть больше, чем показывала при подключении одного ноутбука с полным зарядом. То есть, работать в качестве универсальной зарядки для всех моих рабочих гаджетов, герой обзора вполне может. За это время корпус устройства ощутимо нагрелся. Не обжигающе, но чувствительно. Бесконтактный термометр показал почти 47 градусов. К слову, температура в комнате на протяжении тестирования была около 28 градусов. Заказывая эту зарядную станцию, я хотел получить универсальное устройство все в одном, для своих рабочих гаджетов, ноутбука, планшета и смартфона. Во-первых, для того, чтобы использовать тогда, когда я работаю не за рабочим столом, а например на диване, так тоже бывает. Во-вторых, для того, чтобы брать с собой в поездки с целью экономии места. Как я уже говорил, это не первая моя зарядная станция. Их я использую для зарядки всех домашних гаджетов. Это удобнее, чем подключать большое количество штатных блоков питания. Кстати, я давно уже даже не достаю их из коробки. Для питания мини-компьютеров и гаджетов для умного дома, достаточно устройств с напряжением 5 вольт. Повышенное от 9 до 20 только для зарядки гаджетов. В целом, устройством я полностью доволен. Для тех задач, под которые я его планировал, оно подходит полностью. Хотя, это не самая дешевая версия. Я специально заказывал в таком, настольном варианте с проводом. Есть модели в виде блоков питания в розетку, но мне так неудобно. На этом все. Надеюсь, видео было вам полезно и интересно. Буду благодарен за ваши лайки. Если вы еще не подписались на мой канал, можно сделать это прямо сейчас. Если вам нравятся мои видео, поддержите мой канал, ставь его спонсором. Кроме этого, есть и другие способы разовой и периодической материальной помощи. Ссылку вы найдете в описании. Также я веду и телеграм-канал, в котором публикую полезную информацию, опросы и ссылки на устройство умного дома. Буду рад, если вы присоединитесь к нему. В описании под видео вы найдете полезные ссылки, на все устройства, показанные в обзоре, на полезные ресурсы, а также на те видео, которые либо упоминаются, либо пересекаются с темой этого. До новых встреч. Всем мира. Субтитры сделал DimaTorzok